Хорошо и приветственные слова «Спаси Тебе», которые призывают идти к Нему. Говорят, что 1900 раз в Библии под разными видами Бог самого приглашает людей к Себе. «Придите в Харство Небесное, следуй за Мною». И два решительных отвержения будет. «Так отойдите от Меня, проклятый, в огонь вечный, и отойдите от Меня, рукавые, делатели беззаконие». Евангелие от Матфея, 4 глава, 18 по 23 стих. Двух видят рыбаков, представлены такую картину. Налаженное хозяйство, какое ни на есть, но наше. А они конят семьи, семьи свои. И вдруг проходит совершенно незнакомый до них человек и говорит «Следуй за Мною». Вот наши братья убирают хлеб, и вдруг кто-то проходил бы, подошел по дороге, сказал «Следуй за Мною». Он слез в комбайне и пошел бы за ним. Или есть молоко продавал. Кто-то остановил машину или сказал «Следуй за Мною». И она ставит все свои сворочники там и пошел. Ситуация-то вот какая была. Поэтому понять ее невозможно. Я примерял к себе, я бы не пошел. А что бы я пошел-то? Когда у меня тут все наражено, у меня и постель твоя, я знаю где, и хозяйство, и друзья. Вот это чудо великое, на нем даже не останавливается. Но слова такие. Вы были лосками человек, рыбы, я сделаю лосками человеков. А Господь подошел и сказал «Да, ты много молока наготовил, а я сделаю тебе духовное молоко, будешь готовить питать младенцев». Вот такие слова так. Сегодня нам бы сказал прямо апостол Павел или Христос. Ну, положай руку на сердце, кто бы бросил хозяйство, ребятишек и пошел куда-то. Мы должны смотреть на апостолов, как на героев бегом. Как будто они жили этим днем. Вот одно слово только услышали, все время жили в напряжении. Одно слово и они уже пошли. Вот так надо жить всю неделю. Приближается вечернее богослужение, только где-то уже после четырех, все, все дела тайно одевались, я иду в храм. В храм пойди, и то не это уклоняем. Это что? Невозрожденная мирская душа, плотской дух. Сколько ты ни говорил себе, что ты верующий, ну, по делам Бог будет судиться. Верующий человек, он рвется на всякую встречу, на занятия, послушать. Почему? А это сказок Божий. За чужим они не пойдут. Проходит далее Господь. Еще два ученика, дружные. В будущем будут. Яков и Иоанн, братья. И те же самые простые слова. Не показывает никакого чуда следа за мной. Мало говоря, рядом отец был. Ведь отец может сказать, яша, Ваня, куда? Я что буду делать? Ничего, и отца, и все остальные пошли. Два апостола. Но ситуация, то ли, ну, такое же небо было, такие же облака, ну, не храпиво, что-то там, какой-то термоник рядом рос. Перешагнули через все это и пошли. И не просто пошли. До смерти. И до смерти, как правило, креста. Их распинали. Их убивали. И он говорит, сделаю вас на праве человека. Исследование показывает, что это невозможно. Невозможно тогда, когда Бог творит человека новой тварью. Ведь мы же не запущались при крещении, когда нам сказали, что из воды выйдет другой человек. Нам объяснили. Во втором послании Коринфян 5.17. И сделаю, говорит, вас новой тварью. И возьму у вас сердце каменное. И дам сердце плотярное, нежное, сострадательное. Мы же не удивились, не убежали. Как там, не хватились бы за детство. Мы уже верили, в чем дело-то. Поняли? Слушающий меня слушает вас, говорит Господь. Евангелие от Луки, 10-й глава, 16-й стих. Вот в этом-то вся и суть. Они это приняли не как от Иисуса, сына Марии, не как от плотника из города Назарета, но так от Бога и Его. Вот они почему пошли. Если мы понимаем, что суббота, восстановление Господня, богослужение, вечерние, неразрывно, связанность под крестом, если ты возрожденный, живой христианин, ты так и поймешь. Ты будешь подменять себя как угодно, но один раз еще и так. Я дежурный по деревьям. Я говорю, у вас тут даже дежурства-то никакого нет. Какая глубокая у вас вера, как в Израиле. Просто потрясающая у вас вера. А хоть полдеревня сгори, ни один не сдвинется. Все в храме. А пойдешь по деревьям и смотришь, копаешься в своем хозяйстве. Это хитрость временная. Если Господь сделает нас ловцами человеком, ты будешь идти сюда за опытом. Вот сектанты егодороги говорят, а ты скольки людям проходил? Иеговицы. А кто пришел? А кто на наши занятия? Они называют дом царствия. Мы называем молитвенный дом или храм, они дом царствия. Это дыра в преиспойте, лунчик. Но они так назовут, что человек поверит, так убедят. Только ласкательство. Нам это не положено. Мы твердо имеем веру. Веру православную. И однажды, услышав истину Христову, только забудьте, как бы в дом Божий пойти? Конечно, когда в доме Божьем ты насыщаешься. Но ты если не ходишь и говоришь не насыщаешься, докажи, что ты не насыщаешься. На занятия с его тоже ведь не все ходили. В прошлом году говорили, позапрошлом. Время идет. Рядом подрастают с вами дети. В детях уже навык. Я бы тоже не пошел, как папа. Ну, пока папа меня выталкивает из дома. Тащит еще за руку мама вечером. В пределах времени дети не будут в храм ходить. И вы поймете, что пришли к финалу на разваленных. Ничего нет. Всю неделю надо ждать, когда же суббота будет. Отликнут от нас дела, мы сходим, помоемся и пойдем душу омывать. Вот себя настолько не электризуйте сегоднями этими. Не оставляйте собрания вашего парня. Не оставляйте, как есть у некоторых обычаев. Вошло в обычаи. Прямо даже не совестный, ничего, копается дома под разными болячками. А те, которые все время болят, они что, не болеют? У них детей нет? У них что, в огороде все протяпано? Заталут говорит, отговаривается, что у меня времени нет в храм пойти. Он говорит, пойди в храм и время будет на все у тебя. Я десять раз работу переделывать не будешь. Тебе не придется придумывать что-то. Иди в храм. Боже, делай пять, десяток сорняков, которые ты сейчас уже не просуниваешься. Потому что Господь тебя любит. Я сам смотрю, что такое лапши. Сам когда-то ловил, занимался маленький дом. Себе на велосипед деньги зарабатывал. Оказывается, лапцом хорошим быть тоже нужно иметь большие знания. Лапцы бывают добрые, бывают злые. Хороший ловец привлечет тебя к пристани, а плохой ловец утащит в море и утопит. Мы читаем в живой помощи, в девяностое целом, третий стих. Он избавит тебя от сети лапца. Просто сам по себе, я не хочу ни в кого, я буду нейтральный. Так не получится. Пустоты природа не терпит. Или ты будешь налево, или направо. Никакого серединного, золотой серединки, или серенькой мглы нету. Или свет и ведьма. Христос говорит, кто не самолет против меня. Если ты идешь в храм для Бога, ты не идешь в храм против Бога. Ты решительного света, рассказывай свою бесстану. И ты будешь ждать. Казахстан, приезжают новые люди, ей дают должность какой-то смотреть за порядком. Она не может остаться дома, ей надо смотреть, как заходит, ноги вытирают. Здесь же у день, два, три, десять лет никакой должности не дают. Я свободный от всех. Но ты свободный. Но и культивяты, там, ничего не накапливается. Духовного труда-то никого нет. А ты бы здесь подумал, а у меня так, ага, про как будет. У меня приезжают эти книжки совершенно никакие. Вот ничего не понимают, простую речь. Я ему говорил, а он не понимает. Я ему начинаю разъяснять. Вот это лопата, а лопата, он сейчас показывает все. Ни день проходит, он ко мне подходит, говорит, у меня сегодня лучше получается. Почему вы никогда не подойдете мне спросить? Я приехал, такое потеряю, у меня сейчас уже лучше получается. Ну вот, что-то, представьте, покажите, что вы делаете. До сих пор подошел в горопей, а он был назначен постельничным, постель заправляет. И говорит, доча, ну как у меня постель заправляет, получается? Он говорит, постельничный, хороший получился. Но христианин пока никакой. Даже дело выполнять будешь. И все время проверяя себя кем-то. Ну спрашивай. Подходи. Слово «ловец» в Верхом Завете встречается только один раз, который я прочитал. И в Новом Завете два евангелиста повторяют, Марк и Матвей, одно и то же слово. Сделаю вас лапцами. Поэтому по Библии я не смог хорошо узнать. Для этого есть специальные книги, которые показывают. Учат, как ловить, расставлять свилки. Рыба. Вот у Салтыкова Щедрина, можно там про Пирмудра Пистаря почитать, там, наживку какую. Как, чтобы он клюнул на этом. В христианстве это точно так же. Расставить сети. Сети это одно низкое. Пророчество – вторая чудеса. И чтобы человеку показать. Смотри, пророчество исполняется. Азвентисты сильно играют на этом. А у православных на чудесах. И получается, там одна нитка, здесь другая. Сеть – это не там, не здесь, нет. Сеть – это и чудеса ниткой, и на поперек, который идет это пророчество. Православие в осей полноте может показать. Когда спрашивают, чем православное других отмечается, полнотой. Это 77 книг. Это с первого века до сегодняшнего. И да, отклонения, заблуждения были, но это церковь, и мы их не отрицаем. Мы будем делать перестройку, но не разваживать. Все говорят, перестройка пошла другим путем. В церкви таких слов не говорится. Мы видим, не нужны надстройки какие, мы указываем на них, в них не участвуем. А так, что зависит, что мы сделали. Почему премудрый Соломон, 3 глава, 26 стих, говорит так. Он сохранит ногу свою от уловления. Когда человек идет ногой и наступает на сеть. Или место, где я поправал, куда падает человек. И 5 глава, 13 стих. Что он, Господь, уловляет мудрецов их же лукавством. И совет хистрых станет тщетным. Сколько бы ты не хитрил человек, минуты, которые проведешь в храме, они будут совершенно по-другому выглядеть, когда ты будешь умирать. Сколько провел сценарий, и в короте где-то одна сценария. Ничего не ценнее, как предстоять перед Богом. И он укрыл бы меня в селениях своих, когда враг окружит меня. Не знаем, когда он оккупировал Мамай, когда приходил Чингисхан, люди бежали в храм. И в еврейском народе было обычно сдавать на хранение самое ценное в храме, особо были отделения. Самое ценное хранилище на земле это храм Божий, куда мы идем. Где собрание верных, я не имею в виду купол, а собрание верных детей Божьих. Батрух Тричих, 12 глава, 13 стих говорит, нечестивый, нечестивый уловляется грехами уст своих. Ты оправдываешь, что не был, ты уводишься этим. Причины, какие бы ни были, это ты только уловляешь себя, сеть, растаять и попался. Но правильный выйдет из беды. Ты научаешься способом борьбы с грехом. Ты услышал молитву, не каждый ты прицепился, а все-таки Аллилуйя Богу. Слава Отцу. Да, так. Святые отцы говорят так, дома. Даже службу справишь. Она может быть дешевле, она у Господи помилуем в храме. Почему? Это поток. Ну, поклонный лист из ведра, песок, чтобы даже наклонный, но не потечет оно в песок. А если лист из ста, ветер потечет, а удалять еще в пустыне. И промыло русло, и пошло, мы вместе, не единодушно соединяемся в молитвах. Почему? Церковь и заповедовала нам собираться. И собирались, единодушно были вместе, и в это время избился поток Духа Святого. Ну, а по верху, по домам собирается в то время, то один и пришел на огороде, в город уехал. А тут Петр Игорь их в пятидесятницу собрал вместе. Нет. Надо было с ним собраться. А колонки, которые находят, растут, если их не собирать, так они каждый на своем месте и погибли. Почему это и называлось день собирания, окончания урожая. Экхлезиан 9 глава 12.3 говорится, ибо человек не знает свое время, как рыба попадает в пабу в мою сеть. И так человек попадет в сложное для него время. И так цены человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно наподет. Церковь это укрепление. Если ты не укреплен, придет какая-то беда, ты не думаешь, что устаешь. У нас были люди, которые пошли к католикам. А вот они сбросили, мое игорь, они так понимали. А попали в еще худшую беду, потому что нет большего иго, ни в одной технике, как в католической концерте. И там все под суфлю па пытаются. Там иезуизы. Разрешаются убить, что угодно, лишь бы для славы Божия это было. Все теперь отступились, и теперь начинают оглядываться назад. Нам было хорошо, нам было уютно, уже передаются. Нигде ничего не нашли, просто разложились. Я не прав, ты покажи, что не прав. А если ты за его вам ворчишь, я знаю, что недуховный ты человек. Программа писала в 8.13 и в 2.8.13 говорит так, что между неправедными расставляется сеть. Иеремия 5.26. Нечестивый улавливается сетью, как птица к лицу новым. Но на всюду расставляются сети. Вы ли не слышали здесь? Вам ли в книгах не показано все? Какое же вы смущение напускаетесь от так? Это сеть идеалов расставляет. Вы когда-то, я что-то дам больше, больше ничего не задам. Что мы дали, больше этого не существует. Почему? А мы взяли все каноны, соборные постановления, всех святых отцов, никого не отвергая. После же дня святых. А что требуется? Требуется исполнять. Вожди свой дух ревностью. И скажи, Господи, дай мне огня Духа Твоего Святого. Проводный язык и Илья об этом же говорит 13.18. Улавляет души народа моего. Враг. Церковь. Ведь из церкви, когда людей выводили, отвергали. Ведь им обещали не худшее, а лучшее. А дошли баптисты, а от них, адвентисты, а от них эгористы. Улавляет души народа моего. А Господь говорит, делаю вас в отцах и человека приводить в церковь. А эти ведут и в церкви уводят. Вот почему во втором послании Петр 2.3 говорит так. Что люди из любостяжания будут улавлять вас с тивыми словами. Суд им давно готов. Тоже улавляет, но где с тивыми словами находящиеся в церкви. 2 Тетра 2.12. Есть люди специально, как будто бы дожат, рожденные на улавление. И 2 Тетра 2.18. Произнося надутое пустословие, улавляют сводские похоти те, которые едва отстали. И чего только не обещают. Я сам свидетель. Когда из церкви выводили людей, обещали золотые горы. Один человек закончил после этой жизни самоубийством, его сразу же покинули. Другие увязли в ереси, третьи ушли в мир, впали в прозаический блуд, а некоторых уже посадили. Уважали в стиле, а почему? А чтоб давления в ридера не было. Знаете, это ридер, это ран, это тоталитарное сердце. И вывели их, бросили. Я задал всем вопрос, скажите. Вот вы сейчас одни находитесь ушли к литеранам, другим, католикам, третьим, старообрядцам. Вы все нашли истину? Да, каждый обещает, да. Вам причина была одна до дверей. Наследно от Бога выйти из вас, почему дальше дьявол на все стороны вас разбросал? Он бы не всех управлял, потому что она обязана, 50 человек. Но всех 50 мест он разбросал. И отсюда легко понять. Его задача была одна, только вытащить из церкви. А дальше ему запосы сатане никакой нет. Он не воспитывал, он не рождал. Но в первом послании Коминсиум 3, 19 говорит так, что Господь уловляет лукавых лукавством их. Это то ловление, от которого мы должны отходить. Чтобы научиться правильно ловить, нужно знать повадки зверя. Как правильно расставлять все эти. Вот ловка воет, старается капканы вывалить в специальные бочки, хвойные, детки, чтобы были. В специальной комнате хранятся, где нет человека, никакого запаха, рукавицы, которыми ставят капкан, не оставят никакого запаха. Я делаю вывод, что когда мы проповедуем, не примешать своего человеческого, чтобы нашего запаха там не было. Чтобы одно божественное было. А не так. И не две версии, а одну я к себе применяю, а у вас брат у меня священник, ему это сказать нельзя. Ну какой же я буду проповедить? Я это же самое говорю и Тихию. Я это же самое писал Лавру. Мы просто обязаны поступать, как Господь нас учил. Он сделает вас сами человека. Ты что, сразу сказал, идите ловите. Три с половиной года водил из-за собой, три с половиной года их наставки. Вот смотрите, как я поступаю. Смотрите, куда путь идет. Господа, я пойду за тобой. А ты что понял, куда идешь? Ты знаешь, как птицы гнезды бьют? Да, знаю. А у меня голову негде преклонить. Ты видел, как звери норы копают? Ты там будешь? Да, видел. А у меня негде голову преклонить, а домой пойдешь. Все придется оставить. А другое, я хочу похоронить сначала. Да они не мертвы, мы лежили. Сначала закормлю, больные, там, правлю им трижну. Ненадежно для тактия Божия. Вот они учились и учились. Господи, а нам ли это говоришь? Господи, как я там говорю. Он нам сегодня Господь говорит, идите за Мною. Сделайте, чтобы дети были ловцами других человеков. Вы как-нибудь прислушаетесь, о чем разговаривают дети, какой у них разговор. Если дети из ведущей семьи, у него обязательно будет проявляться это. Но сегодня, когда вижу в детях, главное качество, это можно дома пообедать и спрятаться от дома, чтобы взрослые не видели. Родители вообще не нужны, им только пообедать. И они никого так не боятся, как верующие увидят, лежат раз и раз, упали в траву и лежат. А это прямо скрывается. Делает недоброе дело. А перед Богом мы-то ведь точно такие же. Чтобы научиться кого-то ловить, мы должны сами встать в полнорос перед Богом и обучиться этим качествам. Ловить на что? На наживку. Наживка, обещание ради Царствия Божия. Кроме того, показать палку крепкую. Какую? Гиерна, ад. Ну, кнута и прядика. А Господь вроде так учил? Только так. Стиктальцы показывают только пряди. Старобрядцы показывают только скорпиона. А вот, мучиться будешь вечной. Надо соединить все вместе, чтобы ребенок жил по ссорусти. Чтобы даже в городе будет детство учиться, он понимал, куда я компания, это плохо. Мы ничего не знали. Мать нам говорила, старобрядчицка, только есть ад. И в школе пить нельзя. Пить воды. А я вот, где жили, в Низине здесь, а жили, где брат мой сейчас жил. И я на большой переменке ждал, чтобы попить. С дырой напьюсь тогда. Десять два покорща, ни разу в школе не напился. Это все заложите сегодня в ребенка. В чужой дом не заходи. Рассуждайте о божественном. Где-то похавные стишки поют. Это уже не секрет. А они научаются. Я говорю, да прошу, ты почему-то я в школе научился. А зачем же ты здесь-то в деревне-то у нас это говоришь? Итак, уволите сначала свои души. Нам надо выловить детей своих, ближних. И чтобы все вы вместе были в сетях Господних. И тогда эта сеть подтянет к берегу при кончине мира. Бог удоверил выбросить вон. А хорошее положит в жительство Своё. Благодарен Господь, забросивший на нас сеть и уловивший нас в проповеди и в святом крещении. Аминь.